так еще раз спробуем что-то просто выбило трохи слава украине друзья еще раз что-то выбивает интернет глушат он сам выбивает хотел еще раз не вышло то видео что я только что сказал соглашился интернет еще раз нагадать вам что по информации яку ну якую я володю это с местных лишения свободы с белой церкви с лагерью мне дали знать что руслан анишенко находится там что его привезли в кайданках бачили особистое как его вели я не хочу ну точно сказать но я покажу вам информацию яку ну я получил что его отримают там на подвал торнадьевца руслан анишенко что лице дуже пошматовано побито и еще такая ситуация ну что просто мы разумеем и других хлопцов я не знаю где скорее за все может по иншим лагерям десь вот но ситуация такая а потом хочу звернути увагу також с ниндзяю коли мы приблизились там в один пунктик мы побачили машина и тянуть чи людину чи щось уже таке щось типа як кис кусок закидывали в цей т-5 синего цвета вен зафиксован але вы сами розумієте что балаклавы автоматы номера воно все меняется и понимаете важно а тем больше мы понимаем что сейчас отработал окупационный режим путин а сейчас тут же отверто нахабно уже начинает работать и не звертая уваги на патриотов на общество на его какие-то мнения как они кажут бандеровские то есть уже им не интересуются тому ситуация перевертается больше в такий напрямок уже контр удар чи полом и вязниці и могилы чекают у справжних украинцев ну ярмо то зрозуміло для таких кто був під ярмом они и будут абсолютно все равно яке це ярмо червоного світу чи чорного світу чи коммунисти чи хто хто не був чи фашисти насрати любопо они будут постійно гнути шию и будут под ярмом але я звертаюсь до вольных людей до вольных духом до царского походжения до всех хто розумея ситуацией честь и гидность для него больше важливее я еще раз хочу сказати друзи коли я прийшов під цей мы побачили людей бачили и РНС бачили и рух визволения и очень важно на сегодняшний день сделать именно такую концепцию для того чтобы сделать такой контур удар в оккупационном режиме а контур удар это объединение сильных мяс самих сильных таких политиков и сильных таких диячев националистов патріотов справжно я не кажу зараз про штучный системный национализм или про их политику есть Михаила Саакашвили есть Иван Бубенчик с которыми мы особисто поддерживали и были и на Криковце и далее и далее то есть есть общество есть также тролли которые троллят и троллили Саакашвили грузинам сейчас будут троллить Ташбайева и украинец нам потребуется потому что украинец будут троллить украинца это есть аппарат это есть такой аппарат он работает как робот с ними неможливо домовиться проконать их спорить испорчать все вся увага яку вы не звертаете на цей троллизм на цю продажную ну аппаратную такую клонованную системную систему и их людей им на користь ви звертаете увагу починаете спілкуватися споричатися все вони засели и пьють вашу кровь кровь не пили просто не звертаючи уваги ми маємо робити свою справу и я розумію что Михайло Саакашвили на сьогоднішний день Давид Сакваралидзе и все там да прихильники РНС дивляться на сьогоднішний день як мы справимся с легионами як пиде украинское суспільство як будет долучаться как все это зрозумело потом будут робить свои висновки но хочу нагадать что никто не заборонял допомогать никто не заборонял нам поддавать как бы наткнение на это для того чтобы не было никаких несперечаний что мы как я бачу особиста моя думка просто скажу вам это украинец президент наш кандидат и гетьман и главнокомандующий який якого обрав народ обирая и доеднюються тих кто не знал доеднюються роблять висновки и на сегодняшний день дейсно суспільство разумеет что идет война и нужна зброя самая политическая самая сильна сила воли мае бути и воля політична мае на это было люди не яка была воля знайшлася взяти зброю и захищать еще и на майдане и не скривайте цего відверто це казаться визнавати ворогом а не правоохоронной системой та яка знищила людей цих покидки в него вистачить політичной воли зробите висновки и принимать принять решение с приводу користи украины на користь украины самая михаил сакашвили це я таки сдуже мусорный союз я кого ненавидит путин и кого який вверх ввезли в войну и мальчик иван я знищил цей режим режим агрессивно настроен против політики путина самый этничный украинец львивианин який дейсно совпадает на сегодняшний день интересом национальному народу и е главнокомандующий я считаю вважаю сам и что не на е ну просто идеал на сегодняшний день но мы разумеем что люди каждый может быть добрым может быть злым может десь продаваться и че тому я хочу звернути в вашу увагу першим что мы работаем ставку не на людей мы работаем ставку на сам механизм понимаете у нас есть враг путин путину аваков не заважает який ставить на колено атошников даёт накази а савилюку біля себе тримать голубана затягивает этих днр биркутов обратно повертає починает репрессии начинается судова система починает на ивана бубенчика за то что он стрелял правоохоронных органов оказывается ценно же правоохоронные органы меняют законы представляют репрессии аваков не заважает путину не заважает порошенко який мая с ним там торговать там 10 10 ики свои брудные речи вы выполнете там коллаборантские а вот такие символы 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 как бубенчик який визнает и не скрывает что он убил это против ворога знищу в тих тих кто убивал украинский народ и захищал украинский народ бубенчик и знищуя вороги михаил саакашвили який може послухать путина и зробить все навпаки путин это знает что с ним домовиться ну неможливо это очень мощный политик который есть личность это есть президент который уже сделал справа которую мы видели в Грузии и все понимают что Грузия на самом деле поднялась из этого и он нам нужен как выполняет он нам не нужен как пан как у нас там новая влада которая будет нам влада это мы но мы как влада мы должны понимать какие выполняющие нам на сегодняшний день нужны Порошенко ну вы видите Гройсман Робинович Юля Тимошенко Тарута ну кто кто Билецкие и Новые Яриши ну вы понимаете кто какие именно которые прилезли в Верховную Раду сидят там и делают выглядят что они ведут борьбу а на самом деле они ничего не сделали мне то я также мог бы быть депутатом Верховной Ради и ну там где-то лезть туда и пролаживать но вы понимаете ну если депутаты Верховной Ради такие как вибачьте меня Береза Поросюк Семен Семенченко там Ярош Береза Бляхер ну Борислав всех мы зараз Гаврилюк той Тимошенко Юрий Тимошенко там та Савченко да всех взяти взагалом вообще якщо патріотичный депутат его зараз висунути всех патріотов то вибачьте я б зробил вообще курилку я в школе знаете там под школой курять и там когось там нагибают и в школу не пускают и даже в школу боятся идти чему нельзя было взяти майданевцам витри не пускать это регионально правильно а если что народ висуну народ допоможе у нас неприкосновенность как у депутатов у вас тоже и мы будем не будем вас пускать но каждый уже був на свою дорожечку задеянный понимаете каждого взяли поделили нас с самого майдана Айдар там Азов там Донбасс правый сектор поделили и дали каждому свою дорожечку и так само почали сидит и и робить свою справу объединенную как там Турчинов, Аваков, Яценюк и все вместе взяты ну но мы же должны понимать что мы должны вернуться в первое джерело это объединение объединения объединения именно умов которые совпадают один одному и национальным интересам народа мы должны вернуться в это забыть какие-то там ну моменты у каждого были моменты как правильно сказал Рустам Тажбаев даже про торнадовцев что они не сделали больше греха чем все кто живет так и само мы мы понимаем что мы можем сделать грех или... но у кого какая дорожечка и кто зачеплен за эту дорожечку каким чином? если человек зачеплена за дорожечку запроектованную и ожидает что-то от своих олигархов, преференций или что-то, эта человек будет держаться именно за дорожечку, будет делать выгляд объединения, будет делать не то что ей так за Украину болит душа потому что он когда играет патриот в себя он полезен для олигархов, понимаете? а когда человек просто может послать, извините, нахрен, олигарха и сказать ты кто мы не такой, ты что? ты злочинец и еще что-то и объединяться и она знает что ей не нужны крохи олигарха, что он он должен повернуть то, что награбовал, это самое главное и тут есть государственная внутренность, именно государственная и мы немного объединяемся, набираем силу и альтернативно мы видим что у нас есть войско Украины, есть кандидат, есть гейтвы Украины, есть Украина в целом сообществе и что мы видим у нас есть товарищи какие-то в кассочках которые стоят непонятно что они тут делают эти товарищи и откуда они у нас тут взялись эти товарищи и кто им платит деньги этим товарищам и что они тут делают кто это такие вот тогда наступает година разобраться с этими товарищами я понимаю и знаю что много кто сегодня освобождается из органов и не подпорядковывается там, пытается уйти, но есть же те кто завантаживает эти органы я не выключаю что это люди бывшие милиционеры из России как у нас есть информация и у них русская весна продолжается, но вы понимаете что психологически мы набагато больше сегодня налаштованы против России как агрессора и общество наше много больше и никто не даст сегодня вешать тут реколоры или диктовать российские правила поэтому и обурюется общество поэтому и качается цей член Кремля який намагается так называемых там олигархов да бизнесменов, которые на сегодняшний день не знают что делать, куда им подать и что им вот такие как знаете евреи в Освенцуме, которые не знают что понимаете, есть такое понятие как контр-удар и народная сила и народная влада в правовом поле просто поступайте правильно по закону в правовом поле и тогда вы будете мать успех и милость от влады в случае допомоги владея и поступать в правовом поле в правовом поле в Украине саме вы друзья я и моя семья и родина и ваша и родина в Украине есть владой владой единым джерелом и носием суверенитета суверенитету да владе мы суверенитет ну это то что по 5 статтей Конституции мы есть влада джерело носи и мы выполним свою владу через виконавчий орган но мы не можем выполнять свою владу сегодня через виконавчий орган саме потому что виконавчий орган московский понимаете кремлевский и саме цей виконавчий орган на сегодняшний день цей противник влади украинской проукраинской цей антиукраинский орган виконавчий влади якийсь який віджав нацбанк на сегодняшний день утримую его с тетушной в казках який поначиплювало там полиция поп там еще и стоять и думать что за что будет что вам будет каждый раз вдевать казку и думать а что будет а что будет а будет будет однозначно так как и в Украине есть влада есть правовое поле и воно набирает потроху обороты а це все ци казусы и провокации який создаю ця цей кремлевский виконавчий орган антиукраинский лише сведоцтво злочину мы фиксуем цей злочин торнадо вбивство патриотов всех все все просто фиксации и тому зрозумите нам треба свой виконавчий орган свой самый виконавчий орган який будет проукраинским наш це на сегодняшний день я так розумею це моя особистая рука это иван бубенчик михаил саакашвили на сегодняшний день я бачу цей 2 конгресс конгресс я уже не кажу там кто министр правде ну недоречного цепки ну зараз мы бачим люди які акцентуют увагу саме на на ивана бубенчика я кандидата у нас є кандидат и на михайла саакашвили який потужно тут також навів шороху розумієте народ його дуже підтримав тому треба єднати ці сили силовому полі треба єднати у на у на на националистичный рух як крило біля народу украины влада яке має перерости в армію яка не бігає в акціях між людьми і не знаю що робити як звичайні громадяни а саме яка є захистом українського народу української влади яка є виконавчий орган саме від влади який буде вже ми будемо виконувати вже ті накази які нам буде давати влада це є правовому полі якщо треба померти за це ми маємо за честь бо це є Україна і слава Україні це є держава і це є по-перше справедливо і це є правове поле якщо я треба знищити когось це так само те що я перед цим сказав але ми маємо робити захист тому ще раз хочу нагадати вам що є таке у на українська народна армія де яка єднається находьте час і вставайте тут тільки так ми зможемо побудувати з вами дійсно системну силову структуру альтернативно цій і кандидат начали з кандидатом з прем'єр-міністром і вже владою владою яка буде і будується сьогодні дуже в такому такому потужно страшному часі який змішаний як знаєте сира земля з кров'ю і за сльозами але ми маємо вилазити з цих могил своїх в яких ми там живемо і прячемося своїх гробів і виходити на світло і діяти тому я призиваю вас всіх мобілізуватися РНС Михайла Саакашвілі призиваю допомагати чим хто може давати натхнення і разом ми переможемо цього внутрішнього ворога цих барих і окупантів Ще раз нагадаю перед закінченням що Руслан Ганіщенка знаходиться в Білої церкві по останній інформації там його бачили як його заводили і він з розшматованим лицем дуже і в кайданках і знаходиться на подвалі тої зони по іншим я не можу сказати я не володію інформацією тому слава Україні давайте будемо разом слідкувати за подіями долучатися і зустрічатися вже лицем до лиця і планувати наші подальші дії Слава Україні!